Яркое солнце и жаркий день не стали преградой для проведения фестиваля. Пикники, уроки фотографии, выступления детей. Каждый мог найти себе занятие по душе. У нас очень талантливые дети. Цирковая студия замечательно выступала. И детки пели. Ну, я не знаю, люди ходят, общаются. Я считаю, что это просто необходимо. Просто необходимо такие фестивали устраивать. И больше рекламы делать, чтобы больше людей знало об этом и приходили. Бои трансформеров – это весело и развлекательно. Вроде бы обычные роботы, но человек полностью повторяет движение игрушки. Такое интересно не только детям. Это как бы не моя идея. Это идея человека, на которого я работаю, Дима. Вот он, ну как бы... У нас в городе еще такого нет. Ну вот он и решил такой стартап сделать. И я ему решил помочь. Интересное занятие для девушек – это мехенди. Узоры, животные и просто картинки. Запросы самые разнообразные. Мастер Мария увлекается этим только месяц, но давно рисует красками. Говорит, очень увлекательно и интересно. Довольно-таки, как по мне, не сложно, интересно. В принципе, интересно молодежи и подросткам, и даже взрослым родителям обращаются тоже с просьбой нарисовать что-то интересное. Арт-сити-фест проходит в Кривом Роге уже во второй раз. С каждым годом посетителей становится только больше. Формат фестиваля – это семейные пикники на природе, в городе. То есть не обязательно куда-то выезжать. Можно прийти просто в парк и найти себе, мало того, что компанию, каких-то новых друзей, еще провести как-то интересное время, присоединиться, посмотреть какой-то интересный концерт, сходить на ярмарку, узнать что-то новое. В общем, развлечься именно в парке у нас, таким вот пикник-отдыхом семейным. Организаторы говорят, лето должно проходить весело и легко. Поэтому планируют проводить и другие развлекательные фестивали. Галина Гонзенко, Дмитрий Микрюков, Первый городской.